Иное измерение русской культуры Письмо Глеба Ивановича Успенского в Общество любителей российской словесности Читает Евгений Бразов-Бружковский Два с половиной месяца тому назад я имел честь получить уведомления от Общества любителей российской словесности об избрании им меня своим почетным членом. Высокая честь, которая удостоила меня почтенное общество, была для меня так неожиданно, велика и во всех отношениях многозначительно, что я не решился тотчас же отвечать на это извещение. Я чувствовал, что при обычном недосуге, а главное, повторяю, именно вследствие неожиданности и многосложности полученного мною впечатления, моя торопливая благодарность могла быть высказана тогда только в самых официальных выражениях, а я этого никак не желал. Мне хотелось поблагодарить почтенное общество таким образом, чтобы оно могло видеть, как именно понимаю я сделанную им мне великую честь, и могло бы убедиться, что моя глубокая благодарность имеет существенные и важные для меня основания. На выполнение этого желания требовалось некоторое время и несколько спокойных часов, и вот почему я предпочел аккуратности отправки официальной благодарности, благодарность хотя и запоздалую, но искреннюю и тщательно обдуманную. Я очень хорошо знаю и вполне умеренно оцениваю как размеры моих литературных способностей, так и тот круг наблюдений, который доступен был мне по моему развитию и общественному положению. И то, и другое ни в каком случае не может идти в какое бы то ни было сравнение с размерами талантов, кругозора и задач тех советил русской литературы, имена и труды которых всегда по достоинству оценивались московским обществом любителей российской словесности. Вот почему я искренне рад верить, что почтенное общество, присоединяя мое имя к числу других имен своих почтенных членов, не желало хотя бы даже только в формальном отношении воздавать мне чести неподобающей и, ставя меня в ряды таких талантов и дарований, среди которых мне по совести быть не место, делало это из побуждений несравненно более умеренного свойства и незатруднительного для моего понимания. Я думаю, что догадки мои о причинах, оказанного мне обществом любителей российской словесности внимания, не будут особенно ошибочными, если я попытаюсь выяснить их, основываясь на мнениях о моей литературной деятельности, высказанных мне в многочисленных письмах и телеграммах, которыми почтили меня мои читатели. Но из всех многоразличных суждений моих читателей о моей деятельности я для краткости и ясности дела позволю себе остановиться только на таком из них, которое, во-первых, лично мне кажется непреувеличенным, во-вторых, составляет более или менее существенную черту всех вообще мнений о моей деятельности, высказанных в письмах, и, в-третьих, выражено в самых простых и ясных словах. Такое простое, ясное, понятное мне мнение выражено в письме, присланном мне от пятнадцати человек рабочих, то есть от людей, которые только что, как говорится, прикоснулись к книге и думают об ее достоинстве без всяких иных соображений, кроме соображений о действительной пользе, которую этим простым людям приносит та или другая книга. Чтобы почтенному обществу было видно, что мнение о полезной книге высказано точно простым человеком, а не навеяно или внушено кем-нибудь непричастным к интересам жизни простого народа, я приведу из упомянутого адреса несколько отрывков, характеризующих как среду, из которой послышалось мнение о хорошей книге, так и самое это мнение. Стыдно нам, русским рабочим, делается тогда, когда мы всюду слышим похвалу заграничным вещам. Говорят, что их вещи и дешевле, и лучше, и что только за границей изобретают хорошие машины и другие вещи. И нам обидно становится. Чем хвалить заграничное и порицать русских рабочих? Не лучше ли устроить школы, где могли бы мы, рабочие, учить физику, механику? Вот тогда бы мы, русские рабочие, не хуже заграничных, могли бы сделать что угодно. Вот от того-то и обидно слышать порицание, в чем мы не виноваты. И грустно, и тяжко на душе. Что-то темно и непонятно. Я думаю, что так может писать и говорить только действительно простой, рабочий человек. И вот как этот простой человек рисует свое незавидное положение, от которого, как не покажется это удивительным, спасает его только книга. Как подумаешь о себе и своей доле, невесело станет на сердце. Видим себя одинокими, беспомощными. Мы видим, как иные бессердечные люди на каждом шагу унижают нас и наших товарищей, смотрят на нас с презрением, называют глупым народом и в своих словах умышленно выставляют нас лентяями, пьяницами, считают рабочего последним человеком. Своим чувством, сердцем, не умея нас понять, они судят о нас по давно прошедшему времени и думают, что мы и теперь, как были в крепостное время, что мы, как они, словно столб, врытый в землю, подгниваем на одном месте. Они своими слепыми глазами видят в нас только грязных, неуклюжих рабочих. Пора им перестать видеть в нас непонятное стадо глупых людей и говорить, что мы не способны понимать правду, не нуждаемся в образовании, не любим читать хорошие дельные книги. Пора перестать говорить нам, что мы должны думать только о еде и работе. На всех шестнадцати страницах в четвертку письма рабочих только в двух-трех местах и то слегка упоминаются о невзгодах жизни в материальном отношении, о нужде, о бедности. Самым же главным несчастьем простого рабочего человека оказывается невежество, темнота, отсутствие нравственной поддержки, дающей возможность ощущать в себе человеческое достоинство. И вот эту-то нравственную поддержку, как оказывается, простой человек нашел, по словам адреса, в хорошей книге. Чем же, собственно, хорошая книга помогает простому рабочему человеку? В ответ на это выписываю еще небольшой отрывок. В праздничные дни по вечерам мы полюбили читать хорошие книги, и вечер проходил незаметно. Довольные чтением мы расходились с волнением в душе, и забывалась на время тяжелая доля рабочего. Жизнь на заводах и фабриках тяжелая, обидная, бесправная, полная бранью и унижением. Мы чахли в ней, и чахли наши дети по фабрикам и мастерским. Но вера в добро и правду не покидает нас, облегчает измученное сердце, и надежда в душе загорается. Утром, после вечернего чтения, мы идем на работу, но сердце весело потому, что теперь вокруг себя мы видим все ясно и понятно. И жаль нам становится своих товарищей, которые живут в темноте и в невежестве, и мечутся эти горемыки, проклиная долю рабочего, проклиная себя и свою неповинную семью. И верится нам, что настанет хорошее время, когда все рабочие разовьются, поумнеют и полюбят хорошее чтение, будут дружно жить и любить товарищей, убавится тогда пьянство и разгул, и тогда нас, рабочих, все станут уважать. Вот какое значение простой человек придает книге. Не от нее он ждет, по крайней мере, сейчас изменения в своем личном положении. Книга ничего не изменяет в его труженической жизни и материальной обеспеченности. Он и после прочтения хорошей книги, как видим, ранним утром, чем свет, так же идет на работу, как и тот его несчастный товарищ, который вчера только пьянствовал с горя. Тот, кто не пьянствовал, а читал, счастлив именно только тем, что читал, что ему стало ясно и понятно вокруг себя, тогда как тот товарищ его, который не знал удовольствия провести вечер с книгою, несчастен и достоин жалости, потому что, страдая, не понимает своего положения и испытывает только беспомощность и одиночество. До этой хорошей книги они, по словам составителей письма, добрались не вдруг и после долголетнего одурманивания себя лубочной литературой. Мы, темные люди, ничего об этом, о хорошей книге, не знали, а шли на базар и покупали те книжки, которые предлагал нам услужливый разносчик. Мы верили его похвалам, которые он рассыпал своему товару. И вот теперь, когда мы узнали хорошие книги и немного развились, когда в праздничный день идем по базару, то с грустью на сердце видим, что есть еще много нашего брата, который пробавляется этими книжонками. Сколько прошло времени, сколько пролетело юных годов бесплодно, пока мы сами своим умом и желанием к развитию, а иногда и с помощью добрых людей добрались до хороших книг, которые открыли нам глаза, показали свет и правду. Мы сумели сами для себя извлечь из этих хороших книг для себя пользу. Мы научились думать о своей жизни, о своих товарищах, о жизни разных людей, научились отличать добро от зла, правду от лжи. А вот в число таких-то книг, по словам письма, между многими другими хорошими книгами попали и мои. И характеристика того, что именно в этих книгах показалось простым людям достойным внимания, выражена такими словами. Мы, рабочие, грамотные и неграмотные, читали и слушали ваши книги, в которых вы говорите о нас, простом сером народе. Вы о нем говорите справедливо. Так что мы думаем, кто бы из образованных людей не прочитал ваши книги, всякий подумает о нас, о нашем темном и светлом житье, если только у этого человека доброе сердце. Никаких иных дополнений простой человек к этой характеристике не прибавил. И в этом отношении, повторяю, вполне совпал с сущностью всех прочих сочувственных мне писем. Действительно, желание писать справедливо всегда было во мне, равно как и желание, чтобы образованный человек подумал о темном и светлом житье простого человека. Это действительная правда. И если высокоуважаемое общество любителей российской словесности нашло возможным оказать мне высокую честь, избрав своим почетным членом именно только за эти простые цели, руководившие мною в моей литературной деятельности, то оно должно само видеть, как глубока, искренне и чистосердечно должна быть ему благодарность. Честь, сделанная мне, есть и вместе с тем приветствие и поощрение того рода литературы и тех ее участников, которые руководствуются такими же простыми целями, а главное – приветствие и тому простому читателю, который только что добрался до хорошей книги. Что этот читатель не остановится на первых одобренных им книгах, а пойдет дальше, можно видеть также из следующих слов простых людей. Теперь мы видим, сколько есть добрых людей и сколько есть прекрасных книг. Их столько, что нам читать и не перечитать во всю жизнь. Но читать эти книги, добравшийся до них простой человек, будет, наверное, и, следовательно, книга, то есть русская и общечеловеческая словесность, как видим, уже имеющая нового пришельца-читателя, будет иметь его в огромном количестве. Ввиду всего этого, я, принося почтенному обществу еще раз личную мою благодарность, глубокую и искреннюю, не могу со своей стороны ничем иным приветствовать его, как только радостным указанием на эти массы нового грядущего читателя, нового, свежего любителя словесности. Глеб Успенский. Санкт-Петербург, 6 февраля 1887 года. Примечание. Во время печатания этого письма Глеба Ивановича Успенского было получено от последнего небольшое дополнение, которое и помещается в примечании по его желанию. Около 24 июля и особенно около 14 ноября прошлого года и в промежутке времени между этими числами, также и после 14 ноября до настоящего времени, я получил с разных концов России много самых сочувственных мне писем и телеграмм за подписью более двух тысяч лиц разного звания и общественного положения. Я положительно не нахожу слов, чтобы не только достойно отблагодарить моих читателей за такое нежданное ко мне внимание, но и сам не могу еще разобраться во многосложности пережитых мною за это время впечатлений. Ответ моим читателям я дам подробный и искренний тогда, когда буду в состоянии это сделать. Теперь же я могу сказать только одно. Моя благодарность так же неизгладима в моем сердце, как неизгладимо пережитое мною впечатление. Глеб Успенский Читано по изданию полное собрание сочинений Глеба Успенского издание шестое том шестой Санкт-Петербург издание товарищества Маркс 1908 год Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург